Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Тогда объясните, 20 миллионов АЛАННЕСИ. Электрические станции совместно с ТЭДС должны объяснить. Они подписывали этот меморандум. У нас нет информации. Хорошо, Электрические станции. Гимн, джо, претуша? Кадрубаев. Этот платокол был составлен для дополнительной грантовой помощи от компании ТБИ. Нет, это в виде гранта только. Техпомощи. Дополнительно к чему? К какому договору? На каком вам задать вопрос? К этому договору 386 миллионов. Относительно к этому, правильно? Дополнительное соглашение, дополнительный договор. Антон, джо, 386 миллионов. Дорог? КОЛГОИЛГАН. КАЙТАРУЛГАН, да, через 20 лет. Какая сумма была? Сумма самых процентов составит 94 миллиона долларов. Всего контракта. ЧАЛПЫ. А, общие? Сколько мы должны вернуть? 480 миллионов. 480 миллионов. Это точная цифра, да? Да, это точная цифра. Проценты 20 лет по 2 процента. 626 миллионов. Техпомощи. Что это там? Сан? 526? 626. Не могу сказать. Основная сумма контракта 386 и проценты 94 миллиона. 94, да? Антон Андайстров. Ну, грантовое соглашение 204. Дима, миллион, тысячи, да? Ну, что, грантовое соглашение, да? Ну, САТО ЛОТХАН, то, что это техническая помощь, она именно ТЭЦ-КГТВ, что? Одна из частей ТЭЦ-Бишкек. Это трансформаторы, оборудование, третий, восьмой пункт, обучение. Там есть социальный пакет, это строительство школ, подготовка, разработка тыла Каракельча. Это уже не к нашу, не к концу. Школы, это не профильные активы, правильно? Это не профильные. Мне нужно, что, товарищ МакПЛОТ, отмогать все. У нас, ищусь, секси на Алтыдан, джильма миллион, азайт, койволя, ищусь, алтумш, алта миллион, кулуэля, кредитные соглашения, то есть все, койволя. Ушан-то проценты, да, азрак полот. Какой смысл? Мне нужно, что это? То есть они дают нам деньги, чтобы мы подписали им кредитное соглашение. Получается так? Причем, мол, джильды, по датам, получается, вот это соглашение подписывается до основного кредитного соглашения. Аллара мне, делают нам этот пряник, дают сначала, чтобы мы заключили с ними договор. Так получается? Здесь, как бы, воля тебе по этому контракту дополнительная грантовая помощь на тему. Воля такая не бывает. В Арматове, Детакче, Мурза. Это не воля. Какая компания, это же коммерческая компания, правильно? И она перед основным кредитным соглашением дает 20 миллионов. Что это за воля такая? Чтобы мы уже никуда не могли деться, и мы заключили именно с ними договор. Так получается? Дополнительное письмо советника посольства Китайской народной спины. Что это? Логика, джюк. Просто я не могу на это ответить. Мы уже исполняли этот контракт. Я понимаю, что здесь все исполнители сидят. Но, Мундаи, люди для обывателя, для нормального человека, который рассуждает, дают сначала 20 миллионов грантов, подписывают вот это соглашение, а потом мы подписываем соглашение на 386 миллионов. Коррупционный элемент торжок был, да? Вы можете сказать, конечно, это град, безденном облике от Кегель, вот это был Мехтеппорлот, а так и было, и т.д. Но основной, безденном профиль, 30 миллионов, 30 миллионов, 30 миллионов долларов, договор, ты все был мог, да? Вот это все, то, что вы говорите, часть этих денег, мы купили кабеля, туда-сюда, но что на, ушел к основе кредитное соглашение на Гиргизе был мог, да? Ну, там, в этом контракте, который касается ТЭЗ-Бишкек, это вот на РУ-220-110 мы новые трансформаторы поставили, там это как бы с модернизацией... Лёша, у нас основной, я сейчас с собой бать понял, что значит кредит? Азай-то? Лердэ, Гранд, Пиротан, что это было? Вы основной кредитное соглашение, а со всех сторон этот, обставили всякими соглашениями, да? Чтобы запутать, что ли? Или чтобы реноме такое было, что вот-вот мы, вот китайская компания переживает за нашу школу. Ушел, Оля, дьерма миллион назад, поясо? Дьерма миллион там, вы сами, наверное, построили, да? Без процентов. Ушел, Миктептердэ, гранд, ты, тендер был вам банан, но ушел, Миктептердэ? В формату, по-анал-чоку, да, кто? В общем, вот, они выделяют нам этот пряник, и теперь вольные, давать кому захотят. ipperэээляэля. Это его президент. Миктептердэ? Продолжение следует... 16 июля, 13 июля, полгода. Эксимбанк процедура неизвестна, Эксимбанка заявка, дживергенгия, чейн, бездеген полуозда, бир контракт вошел в Китай, или республиканская компания сми. Ошон неизвестна, безвешу заявку дживергенгия. Благодарим, ушу, ез, ич, ара, процедура, лекция. Умели, анда, с издеки, туралансумели, баху. Анда, вашта основное кредитное соглашение, а потом уже соглашение о гранте, да? Анда, вашта основная соглашение о гранте, бизде, бизар, плует, пейзадад. Финанс министрилеге, буха. Мейлэ, мейлэ, мен необязательно сізді джооперсиндаватам. Монзердэ, вэм, буты, нөкілі болушкерек, да? Ошол джоопершкерек. Егерданет, потом еще дополнительно, согласно 20 миллионов, пусть лучше скастят, уменьшат основное кредитное соглашение, деген ой болотатта. Ошолу, бүгін джооперамласанар, гейн мен мина, сізді джооперамласанар, ой болушкерек, сізді джооперсиндаватам. Теперь, непосредственно по поводу аварии. У меня на прошлом заседании я не спал, у меня есть вопрос к Варапаеву. Варапаеву, Варапаеву, Мурза. Вы несколько лет работали генеральным директором ТЭЦ в городе Бишкеке. Правильно? И вы не продлили договор только в начале 2017 года. И вот короткий промежуток, год. Как вы считаете, вот этот год, когда вы не были генеральным директором, определил вот эту аварию, или вы причастны к этому? Имеете, как вы себя чувствуете причастным, что есть вина на вас за эту аварию? Как вы считаете? Тем более вы работали, вы не ушли же с ТЭЦ, вы работали заместителем главного инженера ТЭЦ в городе Бишкеке. Правильно? То есть вы непосредственно участвовали в производственном цикле. Вы считаете, вы признаете свою вину в этом? Ну, я, уважаемые депутаты, здравствуйте. Я работал, перешел на должность замглавного инженера по ремонту электроэнергетического оборудования. То, что входило в мои обязанности, я контролировал, и непосредственно отказов со стороны электроэнергетического оборудования не было на станции. Хорошо. Вот этот Сталинград, который мы увидели там на ТЭЦ, он и при вас присутствовал, правильно? Когда вы были генеральным директором, в прошлом году тоже такая же ситуация была, выбитые окна. Вот эта ситуация была же? Или она образовалась именно вот в этом году, после того, как вы ушли? Как вы считаете? Пока выбитые окна у нас ситуация возникла, это где-то, я вам сейчас скажу, в конце 2016 года. Так, почему? Значит, ваша вина тоже есть? То есть я уже к тому моменту, я уже практически ушел. Я ушел в январе, начало 2017 года. Давайте вот так. Вопросы практически, теоретически не будем. Вы ушли в 1 января 2017 года. А окна были выбиты в 2016 году, вот вы говорите, летом. У вас была возможность или сигнализировать, или своими силами починить это, или сигнализировать, что вот такая ситуация. В случае отсутствия циркуляции, в случае, если там возникнет такая ситуация, когда вода не будет циркулировать, вот это все замерзнет. Вы же знали это, вы же инженер, правильно? Значит, проводились тендеры на строительные работы, но полностью все не было охвачено просто-напросто. Меня ускорблено, мы можем предоставить все документы, которые говорят о том, что ремонт помещений зданий проводился. А почему не засеклили? У нас были проблемы именно с компанией, местной компанией, которые участвовали в тендерах, но оснастки для проведения работ на высоте 40 метров и более, в нашей компании как таковых не оказалось. Это ни лесов, ни подъемных механизмов, чем в данный момент пользуются. В Урлату, Варбаев, Морза, когда руководитель ТЭЦ города Бишкек, вот я знаю цифры, что каждый год выделяется не менее 400 миллионов сумов на ремонт оборудования и на поддержание в нормальном состоянии ТЭЦ. Это ТЭЦ, это необычный объект. На эти средства можно выписать альпинистов с Москвы, с Алматы, откуда угодно можно выписать, когда вы оперируете такими суммами. Почему вы делаете ссылку, когда вы говорите 40 метров, альпинисты, то оснастка, что это такое? Это ответ руководителя? Прошу тебе ответить, генеральный директор Курбаев. На самом деле, все нормативы, которые у нас существуют, по которым мы определяем смету, мы по этим суммам все выставили на тендер. Но приходят те организации, которые выигрывают по минимальной цене, когда потом приходят, отказываются от этих работ, потому что мы не готовы к таким работам. Мы с госзакупками, мы не можем никого выписать. Это же, что за лепет? Что за лепет? Вы проводите тендер, выставляете свои условия, выделяете деньги, приходят и вы говорите, они не соглашаются. Они отказывают, мы их в черный список включаем. Азаматсанар. Дяйля Азаматсанар. Вот результат. У вас на каждый вопрос есть ответы, заготовленные ответы. А результат какой был? Горгенат. Сейчас там еще больше, по-моему, опасность, которую вы нам не говорите. То, что до этого говорят, какие-то взрывы были. Об этом все тихо, никакой мытечки в прессу не идет. Ладно, мне надо замчать уже с Ролором Токтор Туран, Гром. Я еще буду задавать вопросы на эту тему. Рахмат. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Но связи с режимом они стояли и только в ноябре 2017 года их по режиму начали включать. Они перешли на гарантийную эксплуатацию и по режиму... То есть в 2014 году вы их приняли, а в 2017 году они заработали. Правильно я вас понимаю? Да. Что-то вы ошибаетесь, наверное. Я, наверное, ошибся. В 2017 году мы их приняли, в июле месяце. И начиная с октября месяца они работают уже полной... А как вы приняли то, что не работало? Почему? Мы все электрические параметры... По электрическим параметрам и по теплу, выдаче тепла... У нас только по теплу, в связи с тем, что мы не могли выдать все 150 геккалорий, и мы 80% тепла выдавали. Но когда записывалось в комплексных испытаниях, это все было записано, что при возможности, когда мы будем отопление включаться, это все еще будет оправданно. Освенности мы ждем. Услав, Музыков. Услав, Музыков? Главный жанринер. Продолжение следует... 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 соответственно часть у нас обеспечивается теплосети с нового блока часть со старого у нас если бы мы полностью уделили внимание новому блоку при подъеме его то две нитки запад 3 и запад и восток у нас бы температура в конечных точках могла упасть до минимума то есть возможно было перемерзание трубопроводов уже по городу наши действия они помогли поддержать температуру на время ликвидации аварий то есть температура ниже 40 по моему 48 градусов по городу не упала в трубопровод вот смотрите мы были отец посетили новый цех новый блок тот этот корпус сейчас получается что он самостоятельно работать не может да он связи со старым корпусом будет работать по вашей логике я просто хочу тепло самостоятельно дать не может тогда он может дать самостоятельно тепло но вы знаете что модернизация проводилась всего на 30 процентов станции как 30 процентов станций в общем по оборудованию было модернизировано да вот процессе модернизации так уважаемые гости я понял я тогда такой же вопрос госрекотехинспекции почему через два дня включен был третий блок на 3 на 2 день на 3 третий блок в начале планировался третий блок еще включить 26 но где-то в районе 18.00 но в 18.00 уже произошла авария и тоже третий блок не успели включить по режиму работы потому что уже не хватало подпиточной воды и связи с этим третий блок включили уже только через три дня и потому что сброс воды был вот эти вот эти дни старые котлы заполнялись водой там появлялись вещи их опять спускали воду в дренаж опять заполняли пробовали включить старые котлы и за это время вот поэтому чуть позже включили принималось решение сперва старые котлы включить а на армату че-то след за предмет и косарджок то вот слова такие хорошие слова модернизация за указанную сумму кредита означает строительство новой тэц дай бог после реконструкции еще лет 30 50 будем получать тепло и свет в столице в конце года будет плюс 300 300 мегаватт новый тэц будет министр энергетики на сессии говорил сейчас вы говорите что его невозможно запустить потому что он связан со старыми котлами там не получается тогда зачем мы это строили мне объясните кто может четко сказать зачем устроили если он сам по себе не может хотя бы две линии тепла давать разрешите я отвечу вот вы сейчас пытались объяснить как другую степь пошли нет я ответил я как раз к этому приближался вот к этому то что вы сейчас начали значит 30 процентов станции было реконструировано модернизировано отбор в гигакалориях ежечасно вот самые морозы у нас бешкек теплосеть запрашивает порядка 500 550 гигакалорий по техническому проекту первый третий четвертый блок китайские новые блоки обеспечивают одновременно 300 мегаватт и 300 гигакалорий соответственно 250 гигакалорий нам необходимо добирать на старой станции в принципе вот этим все сказано что в любом случае мы добирать должны на старой станции пока она не будет модернизирована тепло то по всему не по веткам по всему городу остановился очень проблема ладно я понимаю себе две как вы запада не запад 2 там тепло было бы я тогда понял молодцы хорошо что мы построили этот объект а смысл в чем объект получается он же не перекрыл даже линии не перекрыл потому что вы правильно говорите все там взаимосвязано правильно одно с другим одно самостоятельно работать не может я правильно вас понял тэц рассчитывается на город все таки да но через те же трубы через те же разводы и так далее правильно соответственно если это замерзнет это останавливается зачем мы строили нам нужно дальше продолжать последний вопрос по дополнительным соглашением насколько я помню я тогда помню работал государственных учреждений руководителем 20 миллионов 300 тысяч долларов на грантовой основе компания за счет собственных средств должна была нам показать определенные виды работы правильно это совершенно верно это тео пара качая две школы два трансформатора автокран был он почему-то исчез договорю я помню что об автокране речь шла поэтому это соглашение выполнено дополнительно по 20 миллионов по электрическим станциям которые касаются полностью выполнено по нашу там две школы построены нет это уже с госадминистрация по электрическим станциям что касается она выполнена это я спросил вас по дополнительным т.д.б. кончок 20 миллионов 300 миллионов тысяч они освоены выделены этой компании или нет еще данная сумма была выделена непосредственно компании тебе электрическим станциям не министерстве нет у нас нет информации а у кого есть информация можно я дополню кто прим кулов по пункту школы там было записано строительство двух школ но вышло постановление правительства что под номером четырнадцатом году под номером 502r что на средства тебе построить опытный экспериментальный школу жил массиве халыс ордо и после этого этим занималась управление кап строительством мере они заключали тройной трехсторонний договор между ими а Не. Насколько ты будешь готовить, что это не вести? А где это будет, что у вас будет? Конец. Да. Постоевая в районе 40 сентября был. НА ИНО второе время был готов. Видите ли, что именно следует? Да, если бы это было просто. Насколько я не хотел было, что мы штует на двоюзных тысяч миллионов. Каждый этот город был в сезоне. Ну что, когда пришёл в городе, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...